Четкой линией обучения, которая была выработана Андреем Курнакомым в 1959 году, факультет придерживается до сих пор. Именно тогда удалось объединить лучшие методики специализированных вузов со всей страны. Синтез старого, нового, тем более опираясь на такие мощные традиции, которые заложены на нашем факультете, но это действительно дорогого стоит для того, чтобы человек развился в высоко квалифицированного специалиста. Сегодня на художественно-графическом факультете в АГУ обучаются порядка 200 студентов. Каждый студент – это неограненный алмаз, считают знаменитые художники-преподаватели. На придание формы таланту у таких мастеров, как Гевико Махилидзе, Александр Кузнецов, Николай Сношев уходит 5 лет. Именно поэтому в группе в среднем 3-4 человека. Не все выдерживают. На базе функционируют три кафедры дизайна, живописи, рисунка. Мое призвание – рисовать. В принципе, ожидания оправдались. Нас учат всему, передают свои знания. Научить искусству невозможно, можно лишь дать направление. Вдохновить, поставить руку, а свой личный стиль и музу ученики будут искать еще долгие годы на пленэрах, выставках, в аудиториях и мастерских. Сейчас мы находимся в уникальной графической мастерской. Дело в том, что таких площадок всего три в вузах России. Это в Москве, Санкт-Петербурге и в Орле. Именно здесь эскиз бумаги переносится на камень, а с камня уже потом идет тиражирование. Жанры могут быть самые разнообразные, начиная с простейшего интербурга и заканчивая обнаженной фигурой человека. Станок литографский. Это Карл Крауза, 19 век. Он до сих пор в рабочем состоянии. Работает как часики. Живопись, графика, фотографии, плакаты, скульптура. Более 50 работ выпускников прошлых лет представлены в Крыевеческом музее. За красочными полотнами, однако, скрываются и проблемы. С теми подходами, которые сейчас существуют в образовании ко всем специальностям, они не учитывают специфику этих художественных специальностей, а требуем для всех одинаково. Это первое. Во-вторых, не ритмичность, вот такое, знаете, непостоянство выделения бюджетных мест. В следующем году количество бюджетных мест примерно сохранится, а на специальности декоративно-прикладного творчества появятся. Юбилейная выставка в Крыевеческом музее открыла череду праздничных мероприятий, приуроченных к 60-летию худграфа. Она будет работать до середины октября. Наталья Чунина, Арсений Куликов, Телеканал Первый областной.